Джей Ти Ви представляет Плео. Обзор Плео – самообучаемый робот-игрушка. Плео имитирует внешний вид и поведение малыша-динозавра вида Камарозаврус, которому всего неделя отроду. Создатели выбрали именно этот вид динозавров, потому что их тело имеет вытянутую форму и относительно крупный череп, что делает его идеальным для сокрытия большого количества датчиков и двигателей, необходимых для реалистичных движений динозавра. Самой интересной особенностью Плео является его обучаемость. Представители УГОП заявляют, что каждый Плео уникален. Основываясь на искусственном интеллекте, личность Плео формируется согласно его опыту, получаемому во время изучения окружающей среды и коммуникации с различными объектами. Технически игрушка неплохо оснащена. Плео имеет зрение, основанное на видеокамере для реакции на освещенность и навигации, инфракрасное определение внешних объектов, два микрофона для реакции на звук, восемь датчиков прикосновения, два на голове, подбородок и верх, на каждой лапе и два на спине, у шеи и у хвоста. Датчики на ступнях позволяют Плео понять, стоит ли он или болтается в воздухе. Порт мини-USB обеспечивает закачку обновлений с официального сайта. Слот SD-карт для закачки иных обновлений. Для изучения устройства Плео нам придется полностью снять с него шкуру. Обращаем ваше внимание, что эта операция практически необратима. Даже при аккуратном подходе вам вряд ли удастся заново одеть вашего динозавра без существенных потерь. Для операции понадобится канцелярский нож и отвертка. Отклеиваем кожу по шву в районе шеи. Если сделать это аккуратно, целостность кожи в этом месте можно будет восстановить. Натягиваем кожу на голову. Открываем рот и окончательно снимаем кожу с головы. Это, конечно, уже не восстановишь. На нижней челюсти полифонический динамик. Черная точка рядом с ним – вкусовой датчик для обнаружения попадания объекта в ротовой полосе. На верхней челюсти находится камера, а также инфракрасный приемник-передатчик для коммуникации с другим пленом. На скулах – микрофоны. Датчики касания расположены на лбу и на подбородке. В голове находится мультимедиапроцессор, который отвечает за обработку картинки с камеры, управление инфракрасным портом и обработку звука. Переворачиваем робота и подрезаем кожу вокруг лапы. Затем подрезаем кожу по контуру всех пластиковых частей. Начинаем стягивать кожу сначала с ног, потом с хвоста. датчики касания расположены на спине, на пояснице, на передних лапах, на задних лапах. На каждой лапе у игрушки по два сустава. Каждым суставом управляет отдельный мотор. Обратите внимание, как двигаются шестеренки внутри сустава. Начинаем снимать ноги. Обратим внимание, что на каждом суставе находятся датчики угла поворота. С их помощью Плео понимает, что ноги стоят правильно или наоборот. При неисправности этих датчиков возникает явление хруста суставов при движении. Откручиваем все винты на корпусе игрушки с обеих сторон. Подрезаем поролон. Поддеваем верхнюю часть спины. Отгибаем ее. При снятии датчика поворота торса необходимо запомнить положение датчика, чтобы при сборе он встал в верное положение. Если, конечно, вы планируете собрать Плео. Снимаем деталь с приводом торса. Обратите внимание, в задней части игрушки есть дуга с зубчиками, с которой взаимодействует деталь с приводом. Также на данной детали находится датчик положения вертикали. Для удобства дальнейшего разбора отрезаем датчик в передней части спины. Снимаем крышку с задней части спины. Также для удобства обрежем датчик. В задней части находятся задний привод и динамик. Извлекаем аккумулятор, если не сделали это сразу. Продолжаем разбор. Отсоединяем все шлейфы и разделяем игрушку на две части. Откручиваем все винты. В хвосте стоят два двигателя с редукторами. Один из них управляет перемещением хвоста в горизонтальной плоскости. Другой – в вертикали. Отделяем шею от передней части туловища. В передней части туловища находятся двигатели, датчики положения. А теперь мы попробуем присоединить какую-либо конечность к источнику питания, чтобы посмотреть типичный импульсный отклик. Обзор принципиального устройства Плео закончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...